Всем добрый день! Меня зовут Данил Сергей. Я инструктор нового фитнес-клуба «Джейм Стайл». Сегодня мы рассмотрим такое упражнение, как приседание со штангой для развития мышц ног и больших ягодичных. Сегодня я вам покажу и расскажу технику выполнения упражнения. Самое первое движение – это подход к штанге и снятие ее со стоек. Подсаживаясь под штангу, старайтесь, чтобы гриф штанги лежал у вас не на шее, не на спине, а немножечко за трапециями. Когда сделали подшаг, делайте подшаг второй ноги, напрягая спину и ноги, одновременно делаем движение снятия штанги. Раз. Делаем маленький шаг назад, ноги ставим на ширине плеч. Для начинающих слишком широкую постановку ног делать не нужно. Поэтому движение у нас чуть череплечь. Еще грубейшая ошибка. Когда начинают плясать со штангой, многие любятые тренированного зала, грубейшая ошибка – это постановка стоп. Стопы должны быть немножко развернуты в стороны. Также при движении и опускании таза вниз, колени должны идти строго в сторону носочка. Не вперед, не нагружая коленные суставы, а строго в сторону. Получается вот такое движение. Не вперед, напоминаю, а в сторону носочка. При этом не сгибая поясницу и не клюя вперед. Долу желательно не опускать вниз, а зафиксировать свой взор в одну точку. И, опять же, контролируем опускание штанги. Плавно делаем вдох. Сели, также встали. То есть колени при поднятии штанги полностью не выпрямляем. Держим напряжение постоянное. Дыхание всегда. Обязательно делаем глубокий вдох при глубоком седе. Делаем вдох. Чуть мощнее выдох. Настойки. Итак, упражнение при ссоне со штангой является базовым упражнением для бедер и больших ягодичных мышц. Оно очень полезно, но от себя дам совет, что новичкам особенно не нужно увлекаться этим упражнением и не работать с максимально возможными местами. Есть масса других упражнений, которыми можно также пропорционально и красиво развить свой квадрицепс. Поэтому мой совет – берегите себя, тренируйтесь умеренно. Ждем нас с жестами. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова